180 спортсменов из более чем 20 регионов. Таков масштаб самого важного старта для российских яхтсменов. Чемпионаты страны в олимпийских классах яхт. В Сочи турнир проводят уже четвертый год подряд. Город полностью готов к приему соревнований такого высокого уровня, отметил в приветственном слове глава курорта Анатолий Пахомов. Парусный спорт, как вы сами понимаете, для нас, для нашего города один из самых любимых, потому что здесь есть парусный центр, потому что Сочи сегодня имеет огромную материально-техническую базу спорта. Яхтенный спорт у нас любят. Всего у нас 150 ребят и девчат заняты в этом спорте. Сами же яхтсмены называют Сочи родным домом. Теперь здесь, на федеральной базе Югспорт, в последние годы после большого перерыва, они не только соревнуются, но и проводят сборы. Причем делать это гонщики могут круглый год. Вот сейчас начнется сбор после чемпионата России. Это ноябрь, декабрь, январь. Потому что сами тренировки и сам тренировочный процесс подразумевает не только тренировку на воде, но очень много физической подготовки, репетиционной части. Поэтому здесь все условия созданы для полноценной подготовки спортсмена и для вывода его на пик формы. Что касается самого чемпионата России, на турнир приехали сильнейшие яхтсмены страны. В их числе и звезда российского парусного спорта Стефания Елфутина, бронзовый призер Олимпиады в Рио. Награда историческая, ведь последняя олимпийская медаль у наших была 20 лет назад. Чемпионат России, говорит Елфутина, старт более чем серьезный. По его итогам сформируют сборную на чемпионат мира 2018, который пройдет в августе в Дании. А уже там будут разыграны лицензии на Олимпиаду в Токио. Поэтому каждому из спортсменов крайне важно показать себя в Сочи. До Олимпийских игр еще три года. Это не так много, но и не очень мало, потому что очень многое может измениться. Но надо сделать так, чтобы эти три года прошли в нашу пользу и максимально подготовиться ко всем важным стартам, которые будут. Крайне важным чемпионат Сочи называют и тренеры нашей сборной. Проявить себя может любой их цмен. Ну а традиционно в лидерах Москва и область, Ростов, Санкт-Петербург, Владивосток, Екатеринбург, ну и конечно же Краснодарский край и Сочи. Больше половины костяка сборной это представители нашего региона. Для меня, как для главного тренера, это очень хорошая площадка для того, чтобы посмотреть новые таланты, новые звездочки, подключить их к подготовке вместе со старшими ребятами, чтобы они переняли опыт вовремя, их заметить, не упустить. И, конечно, я думаю, что этот чемпионат откроет нам несколько новых имен. Сегодня в программе чемпионата контрольные обмеры яхты и первые официальные тренировочные гонки. Что касается погоды, сейчас она идеальна, говорят яхтсмены. Приличная после шторма волна и сильный ветер – это то, что надо. Спортсмены надеются, что погода будет гоночной и завтра, в день отборочных стартов, а не завершаться 20 числа. Ну а гонки за медали намечены на 21 и 22 октября. Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.